В начале шестого утра в районе остановки Швейная фабрика из-за возгорания эвакуированы два десятка жильцов двухэтажного деревянного барака. Люди по большей части выбежали на улицу сами, поспешно укутывая детей. А ЧП все узнали почти одновременно, поскольку начало этого искрометного шоу было громким и весьма ярким. Замкнуло в силовом щитке, который прикреплен на внешней стене дома, поэтому первое, что нужно сделать, обрезать провод, питающий весь дом. Пока расчет подводит лестницу к висящему на четырехметровой высоте ящику, разведчик вместе с хозяйкой квартиры идет в ее жилье. Оценить нет ли в комнате прогара, имеется ли опасность. Услышала, что трещит проводка, но щиток трещала скоро, а потом начало сверкать все. Пламени нигде не видно, в подъезде легкий дым. Пахнет горелой изоляцией. Вокруг щитка разбирают доски, убедиться, что в толще стены не тлеет кабель. Он пронизывает ее насквозь, приходя во внутридомовое распределительное устройство. Фееричное замыкание произошло снаружи. Такой был этот самый скрежет, такой это смогу, вспышки такие, вообще взрывы такие были. Страшные. Взрывы были, да. Пока дети отогревались в машинах, взрослые довольно быстро пришли к выводу о некачественной работе электрика. Силовой ящик ремонтировали две недели назад. Нагрузка на сеть в доме 1956 года постройки велика из-за большого потребления энергии. По проекту барак с печным отоплением, которым уже не пользуются в силу ветхости. Обогреватели есть в каждой квартире. Распространение огня по пожароопасному зданию не допустили. Рапорт о ликвидации ЧП был отправлен диспетчеру спустя час после выезда. С места происшествия Сергей Полуэктов, Анна Карпова и Павел Рогатин.